Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачко. А я — врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор сотен видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах — заказать книги и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И раскрыть некоторые особенности, как лечиться, вылечиться и жить без болезней. И рассказать, что будет, если пить воду каждый день. Свободную, связанную или частично связанную воду. Полезные советы диетолога — что будет, если пить только воду каждый день. Иными словами, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду. А также вы пройдете водный тест, определяющий ваш уровень здоровья. Вы знаете? Правильный ответ на вопрос «Что будет, если пить воду?» А правильный ответ зависит от того, какую воду вы пьете. Вы знаете, когда вам нужна свободная вода? А когда для вашего здоровья нужна частично связанная или связанная вода? Цена ошибок в вашем здоровье? Как минимум. Как максимум — ваша жизнь. Просто нужно знать, когда в вашем организме уменьшаются либо заканчиваются запасы свободной воды или запасы связанной воды. И своевременно их пополнять водой свободной, связанной или частично связанной. Самые мобильные запасы свободной и связанной воды в организме находятся в кровеносной системе. Примерно 1,5-2% от массы тела — это связанная вода. И примерно 200 мл у взрослого человека — это свободная вода. Свободной воды примерно в 10 раз меньше, чем связанной. Но! Оба вида воды очень важны. И если вы правильно восполняете запасы воды — крепкое здоровье и активное долголетие вам гарантированы. Когда в крови уменьшаются запасы свободной воды — появляется сухость во рту. Одновременно уменьшается образование мочи, снижается потоотделение, становится более густой мокрота в органах дыхания и несколько увеличивается вязкость крови. Если сухость во рту появляется регулярно — ваш образ жизни слишком интенсивный по сравнению с экономным употреблением воды. И если вы не стремитесь узнать свой ответ на вопрос — что будет если пить мало воды каждый день? То вам нужно либо снизить потери воды, либо больше пить воды каждый день. Полезный совет диетолога. Если появилась сухость во рту — вы должны пополнить резервы воды, употребляя как свободную воду, так и частично связанную воду. И ни в коем случае в этом состоянии не следует заниматься спортом, физическим трудом. Не следует идти в баню либо сауну, турецкий хамам. И не попадать в другие ситуации, когда в еще большей мере увеличиваются потери свободной воды. А также не советую употреблять соленую пищу и связанную воду. Иначе вы можете перейти на следующий этап. Когда в крови практически отсутствует свободная вода — появляется чувство жажды. Одновременно практически прекращается образование мочи и выделение пота. Становится очень густой мокрота в органах дыхания. Но это плохо для здоровья. Основная опасность для вашей жизни со стороны сердечно-сосудистой системы очень напряженно работающей в этих условиях. Резко возрастает вязкость крови и кардиологический риск. Полезный совет диетолога. Вы должны устранить фактор, который привел к появлению чувства жажды и немедленно пополнить запасы воды. Иначе можно не успеть. Но! Пить воду нужно медленно. Иначе резкое увеличение объема крови создаст новую проблему. Употреблять можно как свободную воду, так и частично связанную воду. Они значительно быстрее попадают в кровь, чем связанная вода. Если же вы ведете более размеренный здоровый образ жизни. И ваш организм успевает компенсировать потери воды системой терморегуляции. Иными словами путем испарения воды с поверхности кожи и органов дыхания. А также расход воды на очищение крови через мочеводелительную систему. кожу, органы дыхания и кишечник. Иными словами потери воды компенсируются из ранее созданных вами запасов в соединительной ткани и клетках. То у вас чувства жажды либо сухость во рту не появляются. Полезный совет диетолога. В этом случае вам нужна частично связанная либо связанная вода. А вот свободная вода вам противопоказана. Что будет если пить только свободную воду в этом случае? Свободная вода попадает из кишечника в кровь. А в крови все еще есть 200 миллилитров свободной воды. И увеличивается объем циркулирующей крови. Соответственно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И если свободная вода попадает в теплом виде, чаще всего она удаляется через потовые железы кожи. Если вода попадает в прохладном виде, чаще всего такая свободная вода удаляется через почки. И к правильному питанию организма это не имеет ровно никакого отношения. Как и к очищению организма водой в этом случае. Это также миф. Несмотря на то, что выделение мочи усиливается. Просто вы то же количество конечных продуктов обмена веществ удаляете через почки в большем количестве мочи. Что будет если пить много воды? Если вы пьете много свободной воды, объем крови увеличивается в еще большей мере. С перегрузкой сердечно-сосудистой системы. Особенно возрастает кардиологический риск при занятиях спортом. Свободная вода может удаляться не только через кожу и почки, но и через кишечник. Увеличивая объем каловых масс. Иллюзия очищения организма продолжается. Но очищение организма не усиливается. Что будет если пить много воды каждый день? Вы можете пройти водный тест. Который выявит скрытую патологию. Либо обострит имеющуюся патологию. На которую вы ранее не обращали внимания. Как реагирует организм здорового человека? Правильный ответ на вопрос «Что будет если пить много воды каждый день?» Здоровый человек свободную воду активно выводит! Не используют такую воду в обмене веществ! Она не может пройти кровь! Для нее это барьер. А активно выводит его через кожу, через почки. Иными словами, вы больше потеете, больше работают почки. А к улучшению обмена веществ в клетках и к дополнительному очищению вашего организма это не имеет никакого отношения. Просто вы те же конечные продукты обмена веществ, продукты жизнедеятельности, которые образовались в клетках, выводите в большем объеме воды. Просто вы их развели. Как реагирует организм не очень здорового человека? Правильный ответ на вопрос «Что будет если пить много воды каждый день?» Не очень здоровый человек не имеет возможности удалить эту воду. И вода накапливается в отеках. И относительно хорошо если у вас появились отеки на лице. Это означает, что плохо работают почки. Конкретнее выделительная функция почек ослаблена. И чаще всего вы такие отеки увидите утром после сна. Несколько хуже если это отеки на ногах. Если у вас плохо работает сердечно-сосудистая система, нарушена сократительная способность сердечной мышцы, такие отеки появятся либо усилятся к вечеру. Такие отеки относительно легко контролировать. А вот если вы когда-то в жизни курили, или работа связана была с вредными условиями труда, или что аналогично живете в условиях крупного промышленного центра или мегаполиса, и не знаете как правильно дышать. То ответ на вопрос, что будет если пить много воды каждый день простой, но жесткий. Может внезапно развиться отек легких. И можно быстро умереть на фоне полного здоровья. Или практически полного здоровья. Но чтобы с вами такое не случилось — наберите в поисковике «Школа доктора Скачко 2 сезон» — и вы попадете на целую серию видео на тему «Как пить воду правильно и не отекать». А если наберете «Школа доктора Скачко 1 сезон» — попадете еще на целую серию видео «Как правильно дышать в зависимости от вашего уровня здоровья и от тех целей и задач, которые вы перед собой ставите». Почему очень важно отличать, что такое свободная вода, что такое связанная вода и где находится частично связанная вода? Свободная вода — это чистая вода, в которой ничего не растворено. Или практически ничего не растворено. Например, столовая вода. Минерализация которой от 100 до 400 мг на 1 л воды. И даже удовлетворив суточную потребность воды за счет такой воды — вы практически мало что получите из других полезных веществ. И одно дело — когда такая вода попадает в ваш организм на фоне сухости во рту или когда появилась жажда, и вы снижаете кардиологический риск. И совершенно иное — когда эти ощущения вас не посетили, а вы пьете воду и постепенно нарушаете работу сердца и почек. Частично свободная вода или частично связанная вода — в такой воде уже растворено значимое для вас количество необходимых вам полезных веществ, которые вместе с этой водой могут пройти из кишечника через кровь к работающим клеткам и участвовать в обмене веществ. А затем конечные продукты жизнедеятельности или шлаки обмена веществ вместе с этой водой покинут ваш организм, пройдя весь путь в обратном направлении. И есть смысл пить именно такую воду, обеспечивая правильное питание организма и очищение организма водой в режиме реального времени. Примерно так же ведет себя и связанная вода, которая может попадать в организм в составе некоторых блюд, например овощной рагу. Если вы чаще пьете связанную воду или частично связанную воду, тогда правильный ответ на вопрос «Что будет, если пить воду каждый день, улучшение обмена веществ и полное очищение организма водой в режиме реального времени». А вот если вы чаще пьете свободную воду — там правильный ответ на вопрос «Что будет, если пить воду каждый день», зависит от вашего исходного уровня здоровья и условий, в которых свободная вода употребляется. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих канала словами «Крепкого вам здоровья!» и «Разумного к нему отношения!» А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео? Не забудьте поставить на него лайк! А я подумаю какое видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас! До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко»!